У вашей дитини бувало таке, після хвороби вона вперше скупалася, и ей стало гірше. Цікаво, что у этого привода думает лікарь Комаровский. Нутрилон. Рекомендация педагогов номер один в Украине. Здравствуйте, доктор! Здравствуйте. Вот такой у нас вопрос сегодня. Неделю сидели дома, болели ОРЗ. Мальчику 8 лет. Вчера все было отлично, слегка покашливал, иногда смаркался. Вечером решили искупаться. Через полчаса после ванны, как начал кашлять, и кашлял без остановки, наверное, целый час. Это был ужас. Потом уснул, ночью спал нормально. Приходила наш врач утром, говорит, все нормально, легкий и чистый. Что это за приступ кашля такой страшный? Уж очень мы вчера испугались. Это про тебя. Представьте себе, что во время вирусной инфекции у ребенка в дыхательных путях накопилась слизь. И эта слизь засохла. Кошмар! И ребенок, как правило, из-за этой засохшей слизи может достаточно долго покашливать и после болезни, пока легкие полностью не очистятся. Да, да, да. И вот представьте себе, что дитя с такой засохшей слизью отправилось купаться в ванну. А в ванной комнате, как вы знаете, как правило, тепло и очень влажность. То есть влажность фактически равна 100%. Это приводит к тому, что засохшая слизь, которая есть в дыхательных путях, набухает. И вот эта набухшая слизь раздражает слизистую оболочку дыхательных путей и провоцирует кашель. А что же делать? Коль скоро вы собрались с ребенка после длительного некупания в связи с ОРЗ купать, то не делайте это на ночь глядя, чтобы после ванны ребенок не укладывался в горизонтальное положение, потому что ему наверняка может стать хуже. И опять-таки следите за тем, чтобы после длительного некупания продолжительность купания, то есть продолжительность вот этой самой паровой ингаляции не превышала 4-5 минут. Если начали кашлять, то продолжайте жить нормально. Гуляйте и купайтесь. И все пройдет совсем скоро. Всего доброго. Делайте правильные выводы. До свидания, доктор. Продолжение следует...